Повторно использовать оторванную часть полиэтиленовой трубы невозможно. Она получила серьёзные повреждения. Сейчас часть глубоководного выпуска находится в Амеретинке, в устье реки Мзымта. Она является вещдоком. По факту прорыва коллектора возбуждено уголовное дело. Поэтому труба останется там, пока правоохранительные органы не проведут все необходимые мероприятия. После этого её разрежут и увезут. Я хотел бы поблагодарить города Сочи, конкретно Анатолия Николаевича Пахомова, за то, что в этой ситуации было оперативно принято необходимое решение по финансированию поведения, по увозу необходимой ситуации в этой части. Предусмотрены средства, которые необходимы для восстановления этого участка. На сегодняшний день мы склоняемся к тому, что это гарантийный случай, что это дефект завода-производителя. И как только у нас будет заключение, подтверждающие наши предположения, наибольшей долей вероятности мы подадим претензию к заводу-изготовителю. Для восстановления коллектора закуплена новая труба. Её доставят из Турции, так как в России таких не производят. Морские работы про расчистки дна и подготовки к прокладке новой части коллектора начнутся уже 10 мая. А монтаж новой части трубы планируется произвести в 20-х числах. Сейчас выпуск воды в аддерских очистных сооружениях ведется по оставшимся 2200 метрам трубы. По данным мэрии, этот показатель соответствует всем санитарным нормам. «Проверки носят самый объективный характер. У нас большая просьба прекратить в преддверии сезона всевозможные кривотолки. На самом деле у нас море чистое. И выпуски, которые проходят по глубоко холодного выпуска, тоже чистое». Кстати, по всем вопросам, касающимся отрасли ЖКХ или по фактам незаконного сброса канализационных вод, сочинцы могут обратиться по телефону горячей линии администрации Сочи 266-06-14. Продолжение следует...